Итоги оперативно-служебной и производственной деятельности за 2016 год подвела уголовно-исполнительная система региона. В конце прошлой недели прошла пресс-конференция, где сотрудники УФСИН рассказали журналистам об итогах работы, планах на 2017 год, а также познакомили с новым временно исполняющим обязанности главы ведомства, полковником внутренней службы Станиславом Андреевым. В своей деятельности мы прислушиваем ко всем рекомендациям, полномоченным по правам человека Ульяновской области Крутилиной Людмиле Александровне. Недавно у нас, позавчера, состоялось совместное совещание. Конструктивное взаимодействие налажено у нас с общественной наблюдательной комиссией. Об этом свидетельствует регулярное посещение членов УНК и строительных учреждений, проведение приемов, послуженных по личным вопросам. Согласно отчету ведомства, в прошлом году было освоено 82 единицы новых видов изделий, что позволило создать новые рабочие места для трудоустройства, отбывающих наказание. Ремонтные работы проведены на 25 объектах, в том числе и здании общежитий, школ, медико-санитарной части. При попытке передачи запрещенных предметов было задержано более 80 человек. В качестве передатчик значились деньги, алкоголь, наркотики и сотовые телефоны. По традиции, ведомство подвело итоги конкурса УФСИН России по Ульяновской области на страже порядка среди представителей СМИ. В номинации «Лучший телерепортаж» победила съемочная группа УПТВ. Дарья Сударева, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.